сейчас вы можете увидеть в любом кинотеатре стайка детей они все скруппировались вокруг играющих на смартфонах детей то есть они не общаются уже между собой они играют вот этими игрушками и так далее взрослые ну вот семья да вроде они должны даже под одной крышей иногда семей живет тут две семьи предположим они стали меньше встречаться а зато лайк фейсбуке так сказать вот это все это притягательно очень это информативно причем информация вносится такими знаете забросами там кошечки собачки политика так сказать происшествия и ты выбираешь то есть вот эта система выбора но а реальная эта жизнь становится все меньше и тогда костюм будущего я его увидела лет 30 назад это вот такой пластик надевается на себя вот здесь у тебя компьютеры вот здесь у тебя компьютеры ты можешь в любую минуту кнопку нажать и этот костюм позволяет тебе присесть сесть он такой вот из пластика значит ты не выходя из комнаты не это самое ты общаешься со всем миром и тогда мне безумно нравится общаться со всем миром но я понимаю опасность а где я а где общение мое с природой а где общение мое с детьми его становится меньше и меньше а все больше виртуальный мир вот этот виртуальный мир он входит в сны а ведь собственно говоря вот у нас трехмерный мир до виртуальный мир пока двухмерный это шаг вперед или назад это шаг назад вообще создаваемый вот этот мир это шаг назад это видимость вперед но что делать ведь науку не остановишь и так далее все зависит от нашего мышления если мы говорим о том что мы можем потом мысленно влиять предположим на вот эту флешку и создавать мысли на фильмы то все опять же будет эта борьба умов это борьба нашего мировоззрения ведь от чистот если мысль мы говорим мысль материально мысль материально что это такое это значит что если я правильно и хорошо мыслю о будущем если я радуюсь если другой человек радуется и правильно мыслит о будущем то где-то становится легче жить посыл идет мысленный он материализуется в чем-то а если наоборот а если нам показывают фильм возбуждающие нас кровопролитию к расчлененке с найти к извращением по сексу и так далее и это входит наше создание сознание особенно молодежи который неустойчиво вообще ни в чем она а так это норма это должен так жить по этой схеме и усиливается его мысли образ входит сюда в контакт с этим фильмом и дальше мы почему-то читаем неоправданное убийство в школе насилие в школе девочку на наших глазах в интернете бьют мальчики это что такое это навязанное мышление вот извне навязанное мышление поэтому опасность колоссальны нет почему почему не навязывать всегда есть борьба между темными силами и светлыми силами да вот и она на нашей планете разыгрывается эта карта с тех пор как мы земляне живем вот но можно почитать разную литературу на эту тему и как говорится я не обращаю внимание но даже в евангелии сказано что в общем могут прийти и последние дни когда человек будут человечество будет делать выбор с кем он со светом или с тьмой тьма может выступать не в роли тьмы а в очень в завлекательном виде как мисс вселенная или там мистер вселенная очень красивая очень так сказать с накачанными мускулами так далее но это тьма вот поэтому человек должен выбирать сам с кем он и давать возможность ориентировать детей потому что дети сами пока до семи лет особенно они же не способны выбрать либо им дается какой-то выбор ну предположим выбор замок на телевидении и показывать только видеофильмы которые вот и тебя ясны что это ток позитив к ребенку да пусть они даже старые или ты чё смотришь ты зачем это здесь смотришь раз и перекинуть его на другую программу можно же это сделать можно но мы не успеваем они более ловкие они более хитрые они все равно там где-то скажут мама сейчас папой уйдут а я посмотрю эту программку которую мне не разрешили смотреть и сам буду делать вывод вот так что тут тут непонятно что будет но технологии могут быть как во вред так и в пользу этот человек только выбирает